Тим Волков. Одаренный. Книга первая. Ученик. Глава первая. Выстрел. Слева. Резкий выпад вперед и удар ножом по горлу. Солдат успел дернуться, но не издал ни звука. Я зажал ему рот. Выждав, когда конвульсии закончатся, я оттащил тело в темный угол. Вновь принялся высматривать вторгшихся на мой корабль. Враги окружали. Линии Эйра не работали. Я не мог воспользоваться своими способностями, как ни старался воззвать к ним. Все без толку. С пальцев лишь слетали искры и больше ничего. Черт. Брать оружие у трупа тоже не было никакого смысла. Оно все подключено к датчикам, контролирующим жизненные показатели. Убил солдата, система автоматически отключается. Ни оружие, ни рация, ни броник уже не представляют ценности. Хлам. А вот нож, которым я убил негодяя, никогда не подведет. Он единственная сейчас моя надежда. Вот и теперь нож так же ловко перерезал горло еще одному гаду. Солдат засучил ногами, и пришлось некоторое время наваливаться на него, чтобы тот не стукнул подбитыми сапогами об стальной пул. «Он в первом отсеке!» — раздался голос десантника. Штурмовики затопали в сторону комнаты управления. Я выждал, когда отряд пробежит мимо. Тихо, пока шачьи, проскользнул в раздаточный отсек. Оттуда можно пробраться через вентиляционную шахту до биокамеры. Там есть проход до гермоотсека, а вот там находится мое единственное спасение — капсула эвакуации. Только она и сможет меня сейчас спасти от штурмовиков, которые пробрались на мой корабль. Судя по звукам шагов, противник стягивал силы к главному коридору. Что ж, логично, но я знал космический корабль как свои пять пальцев, и так глупо подставляться не стал бы. Гнать толпу солдат к пульту управления — это логичный шаг, и я это предусмотрел, поэтому он до сих пор выжидал, не высовываясь туда. Сидеть без дела в такой час, когда тебя должны были вот-вот схватить, было самым сложным. Лучше драться, бить противника по морде, стрелять, рвать, метать. Сжав всю свою волю в кулак, я продолжил наблюдать из укромного места за вторгшимися. Это были штурмовики императора, и пришли они по мою душу, потому что я приступил через последнюю черту. Убил за раз тысячу его самых сильных воинов, пробрался в его неприступную цитадель и украл то, что принадлежало самому императору. За первые два пункта еще можно было выторговать пожизненную каторгу на урановых рудниках. Но вот за последние — только смерть, и ничего кроме смерти. Вот штурмовики и пришли схватить меня, чтобы предать жестокому суду. Впрочем, суд был бы всего лишь формальностью. Я глянул на округлый красноватый предмет, похожий на стекляшку, покоящуюся в моих руках. Кристалл. И ради этого мне суждено умереть? Что ж в тебе такого ценного, что за тебя воюют целые империи? Проверить все отсеки! Раздался приказ, заставляя меня поменять позицию. Пора. Нужно отправляться в вентиляционную шахту. К спасению. Топот раздался слева, потом справа. Все верно, солдаты осматривают каюты, но там ничего интересного. Есть еще время. «Рекс Старк!» — раздался вдруг резкий женский голос за спиной. Этот выкрик знакомого голоса пригвоздил меня к стене. Я оглянулся. «Рада видеть тебя!» — произнесла капитан штурмовиков легендарная Эстер. Я знал ее. Впрочем, ее знали все бандиты империи. Она наводила страх на любого, кому хоть раз не повезло с ней пересечься. «Не могу сказать того же», — сквозь зубы ответил я. Эстер была подтянутой и сильной. Чертовски сильной. Ее худое лицо было красиво, но красота эта была опасной. Так восхищаются оружием, которое имеет идеальные формы и пропорции, но которое может и вышибить теми мозги. Черные волосы собраны в хвост. На припухлых алых губах играет улыбка. Еще бы. Сегодня она словила самого опасного преступника галактики. Я вновь воззвал к способностям. Пустое. Линии Эйра не ощущались. Видимо, штурмовики наложили на них какие-то блокировки. Придется выкручиваться. Впрочем, если бы обстановка была другой, скажем, какой-нибудь ресторанчик, то я был бы рад видеть и тебя. Что скажешь? Может, ну ее к черту, все эти погони? Плюнем на все условности. Пошлем куда подальше командиров и начальства и рванем в закат пить виски прямо из бутылки и есть устриц на берегу моря? Эстер улыбнулась еще шире. Ты все такой же болтун. Ну почему же? Я... Заткнись. А вот это уже был знак. Значит, дело плохо. Злая Эстер. Смерть повсюду. Я быстро оценил обстановку. Лазерная пушка направлена прямо в меня. Одно движение и прорежет плоть насквозь. Справа и слева заходят солдаты, тоже с пушками. Вот ведь черт, попался на классическую ловушку. Был слишком самоуверен, думая, что солдаты пойдут к блоку управления. Эстер тоже не промах оказалась. Сообразила. Но никому еще не удавалось схватить меня. И на этот раз не выйдет. Я резко выгнулся и прыгнул вверх. Зацепился за выступы люка, находящегося под потолком. Подтянулся. «Ежин сабжинского дерьма вам зашиворот! Уроды!» Раздались выстрелы, но все мимо. Я уже бежал по вентиляционной шахте. Там, внизу, по коридору затопали преследователи. Они знали, куда ведет шахта, и потому нужно быть готовым к жесткой стычке на выходе. Не прогадал. Встретили меня и в самом деле тепло. Огневая стена не дала даже высунуться из убежища. «Рекс, не будь дураком! Выходи!» — крикнула Эстер. «Ты ж понимаешь, что все окончено?» «Понимаю, но не принимаю. И биться буду до конца. А о том, чтобы сдаться, и речи не может быть». Эстер дала знак, и стрельба на время прекратилась. «Давай выходи, поговорим!» «Так мы вроде уже поговорили. Не о чем больше с тобой разговаривать». «Ну как же! Есть! Кристалл! Он нам нужен! Верни его, и мы решим вопрос о том, чтобы не убивать тебя, а заменить наказание на пожизненное!» «Ага, как же. Держи карман шире». Я стиснул зубы и невольно глянул в небольшое окошко иллюминатора, сделанное специально тут, чтобы визуально проверять работу двигателей. Сейчас проверять было нечего. Двигатель был разбит в труху. Болтающиеся, словно водоросли в воде, кабели бесшумно искрили в космическом пространстве. А там, за двигателем, открывалась еще более ужасная картина. «Без шансов», — понял я, глядя на летящие штурмовики. Альянс окружал. Тысячи кораблей. Мобильных, легких, смертельно опасных. А моя колымага... «Да что там говорить, без шансов!» Ударили выстрелы. Лазеры шаркнули по обшивке, прожигая карбоновую защиту, как масло. Космический корабль накренился. Рулевой отсек вывернуло. В хвосте начали взрываться сопряжатели и магниты. Что же это они лупят по кораблю, в котором их капитан находится? Или настолько хотят меня поймать, что готовы жертвовать даже офицерским составом? Вот и пробил твой час, космический пират Рекс Старк. Гроза окраин Вселенной и звездных дорог, где не было тебе равных. Кристалл, который ты выкрал, оказался тебе не по зубам. Вот уж не думал, что все так закончится. Еще один удар по обшивке. Завыла сирена. Монитор блока управления принялся окрашивать красным цветом изображение корабля. Разрушены первая и вторая ступени. Кислородная станция, хвостовая часть, отсеки резонатора. Повреждены все линии. Я уже не обращал на это внимания, паники не было. Страх вообще мне был неведом, лишь четкое, холодное осознание неизбежного. И немного грусти, что все так скоро закончилось. Кристалл. Ограненной игорийской сталью, самой крепкой во Вселенной, он магнитил взгляд своим чарующим блеском. На одной из грани имелось кольцо, в которое была продета цепочка. Неужели это какое-то украшение? Слишком просто и красоты особой никакой. Хотя взгляд притягивает. А сколько за него предлагали халифы восточных регионов галактики, это представить сложно. Огромные деньги. Очень огромные. Я поскоблил кристалл ногтем. Алмаз? Не похоже. Что-то иное. Красиво переливается. Может действительно попытаться выменить жизнь на этот камешек? Я со злостью отверг эту мысль. Не получится. Император лично сдерет с меня шкуру. Значит, все. Теперь точно все. Хорошо. Я согласен. Крикнул я, сжимая нож в руках еще сильнее. Эстер, ты слышишь? Я выхожу. Не стреляйте, я отдам вам кристалл. Вот и отлично. Довольно произнесла командир штурмовиков. И отдала приказ убрать оружие. Я спрыгнул с вентиляционной шахты. Осмотрелся. В гермоотсеке было не протолкнуться. Штурмовиков человек двести, но это все ерунда. Главное, что еще там умелость, так это запасной пульт управления кораблем. Вот это сейчас важно. Важнее всего. Покажи кристалл, приказала Эстер. Он в полном порядке, ответил я, боковым зрением, примериваясь. Расстояние метров десять? Успею. Должен успеть. Тогда отдай его мне. И смотри без фокусов, Рекс. Без фокусов? Улыбнулся я. Хорошо. Лови! Я швырнул в Эстер нож, а сам рванул к пульту. В неразберихе не сразу поняли, что произошло. Эстер умело отбила летящее оружие, но потратила на это четверть секунды, а это уже была заминка, которой я и воспользовался. Солдаты, опустившие оружие по приказу своего командира, среагировали на долю секунды позднее. Мне хватило и этого. Я рванул рычаг управления на себя до упора, выводя корабль в последнее, смертельное пике. Пол под ногами резко ушел вправо. Солдаты посыпались к стене. Я же крепко держался за штурвал, глядя, как корабль летит к своей последней цели. «Нет, Рекс!» — закричала Эстер, понимая, что я намерен предпринять. Поздно. Меня уже было не остановить. «Меня вы просто так не возьмете! Никто еще не смог поймать Рекса Старка! И вам не удастся! Тысячи чертей!» Корабль повело влево, в сторону сгустков протоплазмы. Закричала Эстер, истошно, сдирая горло в кровь, но было поздно. Корабль качнулся, хрустнул и нырнул прямо в ад. Языки плазмы лизнули обшивку, и корабль беззвучно взорвался в космическом пространстве, превращаясь в огромное облако газа и пыли. Космический пират Рекс Старк оказался прав. До самого конца он так и остался неуловимым. Спиритические сеансы мадам Шерер пользовались в Москве бешеной популярностью. К ней в гости в салон на Тверской заглядывали многие известные личности. Оперные певицы, театральные актеры, светские дамы, отставные офицеры и даже государственные служители. В этот же дождливый осенний вечер пятницы было особенно людно. Пришел даже князь Пушкин со своим старшим сыном. Показать тому спиритические сеансы, может быть, после него подойти к мадам Шерер и в личной встрече попросить помощи для сына, который хворал и, кажется, был чахоточный и припадочный. Толклись, ворчали, наседали. Всем хотелось поближе посмотреть на неведомое потустороннее чудо, которое должна была явить сейчас хозяйка заведения. Сама Шерер сидела посреди темной комнаты за круглым дубовым столиком. Мадам была в годах, но продолжала пудриться и краситься так, что невольно притягивала к себе взгляд офицеров. А наряды, которые ей привозили из Парижа с самых последних показов мод, и вовсе сводили с ума, выгодно оголяя грудь, стройные ноги, подчеркивая талию. Спутницы пришедших господ на это презрительно фыркали, обсуждая украдкой за веером, пошло выпирающие под тканью соски мадам. Говорят, мадам и белье нижнее совсем не носит, шепнула одна из гостей, пышная дама с кудрями, обрамляющими круглое лицо. Это правда, удивилась другая, худая. Ее колючий взгляд царапал мадам спину. В банный день ее видели без исподнего, а она сказала, что ей так удобней, представляете? Как это бескультурно! А кобели млеют. Ты только глянь, как они на нее все смотрят, прям глазами едят. Тьфу! Тускло горели свечи, не парафиновые, самые настоящие, из воска. Сухо потрескивал патефон, который привезли из дальних стран и показывали как диковинку, изредка включая пьесы и арии. Звук, считанный с иглы, был теплее, изысканней, аристократичней. Не то, что мертвая цифра, которая орет ныне из каждого утюга и лимузина. Шеррер настраивалась. Закрыв глаза, она гортанно стонала и вздрагивала, отчего ее пышная грудь сотрясалась, вызывая у офицеров молчаливое одобрение. «Дух князя Павла! Явись нам!» Театрально вскинув руки в потолок, произнесла мадам. Огоньки на свечах дрогнули, а патефон протяжно, совсем по-людски вздохнул. Зрители затаили дыхание. «Дух князя Павла! Явись нам!» — еще громче повторила Шеррер. Она взяла иголку с ниткой и начала нараспев проговаривать. «Теперь игла горит отла! Явись ты к нам, мети метла! Как нить бела иглой вела, поведай нам свои дела!» Тонкие пальчики мадам взяли нить, подняли иголку и принялись водить по картонке, на которой были витиеватым шрифтом написаны буквы. «Дух князя в этой комнате!» — могильным голосом произнесла Шеррер, и зрители еще ближе подались вперед. Словно там на столе и был тот самый дух. «Павел, подай знак!» — все тем же тоном произнесла мадам. Иголка качнулась и потянулась острием к букве. «Я!» — прочитала мадам. Иголка вновь качнулась. «Т! У! Т!» — словно выстрелами выдала Шеррер. Женский тонкий голос из второго ряда удивленно прошептал. «Я тут! Он сказал, я тут!» «Верно!» — кивнула Шеррер. «Он тут!» — по толпе прошелся удивленный ропот. «У кого какие вопросы к князю Павлу?» Толпа оживилась. Всем хотелось задать много чего, но мадам жестом остановила вольности. «Не шуметь! Иначе дух может разгневаться!» Это произвело эффект. Толпа затихла. Гнева призрака никто не желал увидеть. К тому же во втором отделении сеанса, говорят, должны были подавать шампанское и антре из гусиной печени. И поэтому дожить хотелось всем. «Разрешите мне?» Пробиваясь сквозь плечистых янкеров, к мадам вышла пожилая женщина. Многие зашептались. «Сама княгиня!» «Верно! Это была она, княгиня Курчатова, мать Павла». Вопрос, который она намеревалась спросить, был уже всем понятен, но ей дали слово. «Кто тебя убил, Павлуша?» — проскрежетала та, глядя куда-то в потолок. Князя Одинцовской области Павла убили неизвестные пятнадцать лет назад, в период второй смуты. С тех пор много воды утекло. Власть города сменилась, волнения были подавлены, размеренности спокойствия воцарили, чего при молодом и неопытном князе отроду не было. «Кто тебя убил, родненький?» Шеррер закрыла глаза, вновь затряслась ее грудь, кто-то из господ совсем тихо произнес «Неплохо, неплохо». «Сейчас он ответит». Игла начала бродить по буквам. «Б», — шепнул кто-то. Ему тут же ответили. «Нет, не «Б», смотри, еще шатается. На «В» остановилась». «Вяземский», — шепнул третий. «Нет, не на «В», рядом же, на «Г». Сам ты на «Г», ниже пошла, к «П». Может, Потанин?» Толпа принялась живо обсуждать поведение Иглы, а та все никак не хотела успокаиваться и кружила, рождая множество версий того, кто был убийцей князя. Обсуждение могло продлиться долго. Мадам любила накрутить интригу, но Игла вдруг выпала из рук Шеррер, а сама мадам ойкнула. На лице ее вдруг отразилась гримаса ужаса. «Там!» — только и успела крикнуть она, указывая в толпу. Глаза мадам округлились. В них застыл ледяной ужас. Собравшиеся забеспокоились, потому что подумали, что мадам увидела призрака, но она заметила кое-что другое. Гораздо страшнее привидения. Из толпы выскочил худой человек в черном кожаном пиджаке. Лицо незнакомца было болезненно бледным, но не эта бледность испугала мадам Шеррер, а пистолет, который тот держал в своей трясущейся руке. «Оружие!» — наконец смогла выдавить из себя мадам, отшатнувшись от столика и завизжала. «У него оружие!» Но было поздно. Незнакомец выстрелил вперед, намереваясь произвести выстрел. Закричали, началась толкучка, все рванули кто куда. «Пошкин!» — дребезжащим голосом окликнул незнакомец графа. И тот на свою беду оглянулся, привыкший после долгих лет службы к командным голосам. «Сдохни!» — прошепел незнакомец. Грянул выстрел. Но судьба вмешалась в час расплаты. Одна из гостей, та самая, что обсуждала отсутствие нижнего белья у Шеррер, обезумев от страха, бросилась к двери, толкнув при этом ненароком и самого стрелявшего, именно в тот самый момент, когда он нажимал на спусковой крючок. Рука незнакомца дернулась. Пуля полетела гораздо ниже цели, прямо в сына Пушкина, княжича Александра. Ворвавшийся в помещение холодный сквозняк задул свечи, погружая все во мрак.